Праздничные торжества в царские дни прошли на Донской земле в храме святых царственных страстотерпцев поселка Красный Сад. О жизни прихода и о престольном празднике в сюжете наших коллег. Приход святых царственных страстотерпцев в Ростовской надонной епархии образовался в 2000 году. Администрация выделила небольшое здание. Некоторое время службы проходили в нем. В 2009 году началось строительство нового храма. Присол осветили в память царственных страстотерпцев. Последнего российского императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея и великих княгинь Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Стены храма выстроены из дерева. Купол украшает изображение Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня строительство окончено. Идут работы по благоукрашению и обустройству территории. Мы сейчас иконостас, по сути дела, делаем в настоящий момент. Потихоньку он у нас резной, поэтому маленькие части вырезаются и они потихоньку устанавливаются. Но помимо этого, сейчас мы занимаемся ограждением всего храма. На престольном празднике по традиции множество гостей. Светлана с детьми приехала из Батайска. Да, замечательные впечатления. И отца настоятель, и замечательный. Мы глубоко верующий человек, имеющий доброе сердце. И замечательный храм, всегда чувствуется благодать. Тем более сегодняшний престольный праздник, это особенно чувствуется. День почитания царственной Святотерпицы. У Арутюна с поселком Красный Сад связаны давние воспоминания. Когда-то он работал в мастерской, которая находилась на этом месте. Тому, что теперь здесь церковь, Арутюн очень рад. Хорошая церковь. Тянет. Жители поселка давно ждали появления нового храма. Раньше им приходилось ездить на богослужения за несколько десятков километров. Выходишь, храм стоит, благодать уже, на душе легче, уже веселее. Светлые мысли уже, все тяжелое уходит в сторону. Идешь в храм, помолишься, отец Андрея всегда поддержит, подбодрит. Всегда присутствие в храме, оно наполняет сердце чувством каким-то необычным. И чувствуешь себя совсем другим человеком. Настоятель храма Ирей Андрей Мнацаганов. Ему удалось создать небольшую, но дружную общину. Священник, опять-таки, надежный, искренний, честный. Всегда можно прийти, рассказать какую-то проблему, рассказать то, в чем ты виноват, и не бояться, что тебя осудят, не бояться, что тебя по церковному, по человеческим законам каким-то осудят. Это услышать себе много плохого. Наоборот, тебя поддержат, наоборот, тебя наставят на путь. И ты будешь себя чувствовать намного счастливее, скажем так, облегченнее. Святыми становятся не за политическую деятельность и не за успехи в государственном строительстве. Сама отверженная любовь к Богу приближает человека к святости. Как и императорская семья, прихожане храма царственных срастотерпцев стремятся вести жизнь благочестивую и помогать нуждающимся. Валерия Скоробогатова, Сергей Данилейко, Телестудия, Дон Православный.